Идеи из Икеи, которые я решила повторить у себя дома. И что у меня из этого получилось? Сегодня расскажу вам. Всем привет, меня зовут Саша. Вы наверняка обращали внимание, как активно в интерьерах Икеи используются картины, фотографии, постеры для оформления стен помещения. А еще очень часто можно встретить настенные часы среди обилия фоторамок. Дизайнеры смелые экспериментируют с такими сочетаниями. И насмотревшись на такие приемы, я приобрела часы в Икеи, самые обыкновенные, и дополнила их несколькими фоторамками. Так моя прихожая выглядела до ремонта. И хочу признаться, что мне очень нравилось это сочетание фоторамок и настенных часов. Думаю, что в ближайшее время поэкспериментирую еще, но уже в другой комнате. А теперь переходим к идее, которую я увидела на одном из сайтов. Там я увидела зеркало, которое было оформлено в виде окна. И мне так захотелось сделать его из старого зеркала, которое раньше у нас висело в ванной. Но уже около года я его храню и не знаю, куда пристроить. Дело в том, что оно по стилю, по оформлению рамы никуда не подходит. И вот я купила тонкие легкие рейки. Муж мне нарезал их по размеру. И я прикрепила их на двусторонний скотч. Посмотрим, как эта конструкция будет держаться. Я думаю, все будет в порядке, потому что рейки очень легкие. Самое сложное, это конечно вырезать все правильно по размеру и склеить, чтобы нигде ничего не отходило. Давайте теперь найдем местечко для нового испеченного зеркала. Может быть возле кровати, в спальне. Мне кажется, не то. Посмотрите, как красиво это зеркало сочетается с новой шторой, за которым скрыт стеллаж. Но я решила сюда не вешать его, потому что мне не нравится отражение. А хочу, чтобы в зеркале отражалось что-то красивое. И тогда мы пришли с этим зеркалом на кухню. Здесь у нас есть вот такое небольшое местечко, пробел между холодильником и кухонными шкафами. Здесь раньше висел телевизор, теперь мы его убрали, остались дырки. И вот как раз эти дырки хочется мне закрыть этим зеркалом. Кроме того, мне кажется, таким образом это придаст кухне какого-то большего объема. Давайте посмотрим, как это выглядит в итоге. Мне очень нравится это зеркало, которое у нас получилось. И очень нравится отражение в нем, противоположные стены, возле которой стоят цветы и моя серебряная кнопка. Кстати, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И пишите в комментариях, какая идея вам больше всего понравилась. Кроме того, у Икеи стоит поучиться, как оформлять ниши. Конечно, здесь тоже часто не обходится без штор. У меня дома есть одна ниша. Здесь стоит стеллаж, очень старенький из Икеи. Ниша не глубокая, но стеллаж не идеально помещается. Также сверху мы прикрутили полку и поставили на нее коробки. Но мне не нравится, что этот стеллаж все время пестрит. Там хранятся нужные вещи, поэтому избавиться от них я не хочу. А вот визуальный шум хочется угомонить. И здесь льняная штора пришла мне на помощь. Как только я ее повесила, мне прям стало как-то спокойнее на душе. Отсюда по-прежнему удобно доставать и класть вещи, но только теперь визуальный шум не раздражает. Кстати, а вот так я храню свой пылесос. Вы спрашивали меня об этом в комментариях. Тут находится розетка, его удобно подзаряжать. У этой льняной шторы есть подхват, поэтому можно чередовать ее использование с подхватом и без. Заказывала я ее на сайте Василек. И на самом деле в комплекте идет две шторы. Длина у нее 230 сантиметров и она сюда идеально подошла. Также на сайте любимый Василек появилась вот такая новинка. Это эко сумка Шоппер из Саржи. Она большая и вместительная. С ней можно ходить за покупками, а также использовать для организации хранения в доме. Она легко вместила все мои насадки и съемные детали от пылесоса. А еще на сумке есть два вместительных кармана. Кстати, хранение в сумках также можно встретить в интерьерах Икеи. Также на сайте любимый Василек я уже достаточно давно заказываю постельное белье. Так и в этот раз я решила взять белье своему сынишку на кровать. Просто здесь горох, вододеяльник здесь двусторонний. А вообще этот комплект на полутораспальную кровать. Поэтому он отлично подойдет, даже когда ребенок подрастет. И мы заменим ему кровать на большего размера. А вот такое постельное белье я приобрела для своей сестры. Здесь же я приобретаю одежду для сна и отдыха себе, а также костюмчики и футболки своему ребенку. Очень рекомендую вам зайти на сайт любимый Василек и ознакомиться с ассортиментом. Также у Икеи я взяла идею использовать потаенные местечки для хранения некоторых вещей. Так, например, на стене, которая спрятана за шторой, я решила хранить кое-что из детских вещей. Для этого муж прикрутил сюда крючок и мы повесили вот такой органайзер, который вмещает в себя огромное количество карточек, карт и различных игр для ребенка. Мы повесили органайзер на таком уровне, чтобы ребенку было удобно доставать и, самое главное, возвращать на место свои игры. Но в обычное время все это скрыто от посторонних глаз и не создает визуального шума. Очень часто в интерьерах Икеи можно встретить вот такие подставки для картин. И используются они не только по прямому назначению, но и для хранения иногда очень неожиданных вещей. Например, мне очень понравилось, как вот в этом интерьере использовали такую полку. Она прикручена к стенке и на нее опирается диван. Это очень удобно, если в комнате не хватает места поставить какую-то дополнительную мебель, на которую бы можно было положить пульт от телевизора или поставить стакан воды. А такая полка под рукой делает отдых на диване более комфортным. И вот, насмотревшись на такую идею, я подумала, почему бы мне не прикрутить такие полки к мебели? Например, к детской кроватке. Тогда здесь же под рукой у ребенка всегда будут любимые игрушки, книги или стакан воды с вкусняшкой перед сном. Ну, так думала я. На самом деле, потом ребенок сам сделал выбор, что он хочет хранить на этой полке. И думаю, вы догадались. Мне кажется, это смотрится интересно. У мыши на кровати как будто появился багажник сзади или спойлер. Ну, и ребенку эта идея очень понравилась. Теперь у него действительно все под рукой. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Ваша Саша.